добрый день мои уважаемые друзья подписчики и гости моего канала я нахожусь на территории парка который называется дендрарий такая вокруг красота иду покупать билет еще же советский период когда здесь создали опыт по станции в настоящий момент на территории этого комплекса насчитывается более 1800 различных растений реально привезенных из различных уголков нашего земного шара если же мы говорим об отдельных деревьев кустах и так далее то это десятки тысяч многие из которых будут реально даже в глаза сто процентов нельзя знать что это за растение как она должна выглядеть и как она называется даже первый кустик который меня заинтересовал это нандина домашняя ягодки твердые твердые а вот этот вот куст называется а у кубах японская ой как интересно какой красивый такой интересный шишечки цветет наверное огромное дерево но это скорее всего что-то некий парис сейчас я узнаю что это такое мне прям самой интересно и алиса мне подсказала что это можжевельник кипариса видны по парку можно также прокатиться на электромобиле обзорная экскурсия на одного человека 600 рублей подышать свежим воздухом и насладиться чудесной природой красивая смотрится поднимаясь наверх огромное дерево магнолия крупноцветковая дарконовидная рассмотреть поближе и и листочки внешне напоминает огромный лавровый лист не представляю когда она цветет такая здесь будет красота высоченное дерево птички как поют классно пальмы когда попадаешь в мир растений просто хочется вот молча наслаждаться рассматривать каждый кустик каждый листочек каждый лепесточек и просто отдыхать потому что здесь такое умиротворение такое наслаждение тем более сегодня погода замечательное солнце здесь случае погода очень переменчива может быть солнце тут же сменяется черной тучей дождем притом сильным как из ведра но на сегодняшний день по прогнозу весь день будет солнечный и не капельки дождя сегодня мы последний день и мы наслаждаемся такой красотой у нас есть еще шанс полюбоваться городом сочи а еще могу сказать то что сегодня нам удалось первый раз за время пребывания в городе а сегодня мы уже пять дней как в сочи первый раз одели платьишки а был прохладненько сегодня замечательная погода плюс двадцать один градус и солнце в парке дендрари несколько зон для просмотра а что же это такое интересное и это милое растение называется османтос душистый какой цвет прекрасный я такой вижу впервые покажу поближе да благодарим что удержались от желания пройти по газону действительно прогуляться хотелось бы даже так это снять обувь и босичком но 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 а вот это вот пальмы называется будьте головчатые представляю какая я выйду продвинутая из этого парка столько здесь всего нового для меня столько я сделаю для себя открытий новых знаний новых все это останется в голове хотелось бы чтоб осталось все названия конечно не останутся это естественно но полюбоваться получить такое эстетическое наслаждение такими красотами как приятно так интересно я нахожусь вот сейчас тоже уже не первый ярус высоты и подъем все выше и выше и все вот так вот идет ступеньками то есть многоярусный парк о боже что я вижу финик 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 канарский высокое растение представляю как лазить собирать финики с вертолета на красота самовары нет не самовары что ж это я как красиво вазон очень интересный такое тяжелое литье даже не гремит не звенит кипарисы ой ой какие они красивые прямо упираются в небо а на них шишечки сейчас посмотрю поближе шишечки вот они маленькие их много-много а если повернуть я в противоположную сторону и передо мной открывается такой красивейший подъем с фонтаном да как вазоны интересно сделаны классно супер она противоположной стороне точно так же но по-другому их великое множество и все они разные все вазоны абсолютно разные кувшин с ручками как птицы поют прекрасно блаженство это не передать это нужно только чувствовать что все это ощутить на себе и конечно же я спущусь к фонтану пальма пальма пальмы разные красивые а вот эта пальма называется да конечно мы уже в дендрарии эта пальма называется хомеропс низкий и эту пальму привезли из средиземноморья кипарисы вечно зеленые сказочный парк дендрарий очень приятен шум фонтана какой все таки многоуровневый дендрарий все в горку и в горку но самое то главное что эта горка она совсем не ощущается поднимаешься это очень легко и удобно и приятно подниматься в такую гору погулял отдохнул рассмотрел все насладился и дальше пошел гулять вот он лавр благородный привезем из средиземноморья вот сейчас я его и разгляжу лавровый лист так если его понюхать правда действительно лавровый лист вот он какой куст только он немножко мелковат разновидности очень много действительно лавровка наконец-то в первый раз жизни вижу как растет лавровый лист мандарины я вижу мандарины сейчас я переключу камеру и постараюсь приблизить как можно ближе чтобы рассмотреть приближаю уже виднеются зеленые мандарины вот они еще чуть-чуть и они станут ярко оранжевые я представляю какая здесь будет красота еще одно здание очень красивые балконы открытые балконы и еще один фрукт я вижу по-моему это хурма конечно как она близко вот она хурма вот ее можно близко-близко рассмотреть вот она она здесь тени я думаю что ей нужно солнце для того чтобы поспеть хотя по размерам она довольно таки уже крупная какая красота сколько можно увидеть интересного и все это рассмотреть я поднимаю голову наверх и я вижу спелые плоды вот они снова переключаю камеру смотрим ближе на самом верху больше солнце и хурма уже поспела классно я сейчас смотрю и мне кажется у меня улыбка не сходит с моего лица как это приятно все это видеть собственными глазами ступени вверх какое-то здание и не знаю что здесь мне интересен вот тот мешутка дерево классно вырезано так это здание выглядит со стороны очень много людей гуляющих по парку снова пальма множество пальм и сегодня последний день когда я могу воочию насладиться пальмами хотя нет завтра утром когда мы пойдем на поезд мы пойдем и еще раз увидим красивый новагинский проспект пешеходную улицу прогуляемся у нас поезд отходит без 10 6 утра поэтому мы пойдем еще в темное время суток и сможем полюбоваться красотами города сочи как классно сделано это все из дерева бедная собачка в уголке спит и глазки унылые в тенечке в уголочке как будто наказанная соснами конечно меня не удивишь но мне удивительно что они растут здесь на юге сочи сосна итальянская да конечно она отличается от уральской но мне это очень приятно видеть красивые листочки блестят маленькие такие не только маленькие но еще и миленькие вот видите как встретила земляков с екатеринбурга как приятно да здорово гуляешь гуляешь так неожиданно но очень приятно это я вчера иду по рынку продавец меня спрашивает а вы с какого города приехали ну я отвечаю сейска я думал откуда-нибудь с урала я говорю ну так и есть да с урала он ведь ну вот я же слышу уральский говор так что за два с половиной года жизни на юге мой язык не переквался как был так и есть уральский гор ой обалдеть какая красота какое великолепие какое чудное наслаждение природой пальмами погодой солнцем боже мой смоковница обыкновенная стелещейся сколько новых растений про которых я даже никогда в своей жизни и знать не знала и слышать не слышать что-то цветет цветет красиво сейчас посмотрим вот такая прелесть называется лагер стрёмия название такое для меня непривычное конечно я бы ее стрёмно не назвала она мне нравится не прелесть ли конечно прелесть и очень красивая а сейчас я вижу табличку с надписью действительно лагер стрёмия алиска не обманывает она молодец лагер стрёмия индийская родина китай вот так вот есть еще растение которое называется лох зонтичный в природе все переплетается красавицы пальмы еще я слышу журчание фонтана подъем все выше и выше все в гору и в гору фонтан я вижу что фонтан конечно требует реставрации вот приятное само журчание фонтана это очень приятно я еще хочу напомнить что я сейчас нахожусь в верхней части дендрария так как этот парк он расположен с двух сторон улицы с правой стороны и с левой стороны справа вот эта верхняя часть там где я сейчас и нахожусь что я нашла ручеек лавочка прогуляюсь к и поэтому мастику и беседочка красивая что я еще вижу как будто подснежники интересно что это такое их тут много вот их сколько много вы не знаете что это за цветочки такие ну да похоже я тоже говорю что похоже но очень похоже на подснежники но они даже такой цвет имеет такой легкий розоватый оттенок очень приятные красивые цветочки нежные сейчас я из фотографии пойму спрошу у алисы алисочка молодец умничка подсказала эти милые цветочки называются птицы млечик зонтичный прелесть милашки ой какая милая беседочка классная только лавочек там нет в ней и маленькое озеро да идем ищем страусов должны да стрелочка стрелочка да к самому нужному необходимому помещению кипарисовая аллея так вот я вижу даже здесь сувенирная продукция суки и страусы вот они страусы гуляют сами себе предоставлены они сами гуляют здесь да так интересно ну а что им тут такое раздолье конечно так классно наблюдать обычно же они всегда в клетке сидят в вольере здесь гуляют сами по себе это да я понимаю вот они пожалуйста ходят продажи мороженых захотел мороженку что какой смелый парень разгуливая да такой красивый с хохолочком вот как еще и гульки летают ну что малыш давай будем знакомиться с тобой что нет продавца на месте да куда же она ушла так заглядывает за мороженки нету съем то что есть и золотой к какая прелесть вот в 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 там ниже вот они в вольере страусы обойду у страусов уже закрытый вольер ухты какого я вижу там страуса огромного сейчас подойду поближе посмотрю у них вольер то тоже такой довольно таки приличный по размеру да нет страусы они конечно да у нас на урале тоже там в минус 30 с лишним и они гуляют вот они красавцы такие жалкие все равно сидят ну конечно пёстренькие а посмотрите какая у него прическа на голове вообще пушистик такой нет еще не дошли да да вот именно вот я вижу большого страуса и иду к нему так вот я его поближе попробую снять так вот вот так вот крупный страус щиплет сетку так они такие кусучие запросто могут его щипнуть укусить ними надо быть поаккуратнее красавчик укусит мало не покажется то никакие сбил с белыми перышками главное голова серенькая да сам черненький о позирует умничка во всей своей красе но такой большой да один у него отдельный вольер притом очень большой ему тут раздолье есть где погулять травку пощипать еще я вижу бамбуковую рощу вот она бамбуковая роща ручьев журчит а вот это дерево я уже знаю это платаны я его уже ни с чем не перепутаю у него такая интересная расцветка защитного цвета а вот я вижу у меня над головой проходит вот она канатная дорога жаль конечно что она не работает я бы с удовольствием на ней прокатилась высота тут приличная здорово было бы но значит не судьба хотя как говорится кто один раз был сочи этот вернется сюда еще не один раз будем надеяться на хорошие еще одна сувенирная лавка прохожу мимо такой аромат дерево прям аж в нос бьет очень приятно так подскажите пожалуйста выйти этого прямо на спасибо смотрите что у вас здесь секвы это что такое дерево такое очень легкая ложечка такая кофейная классно но не только кофейная коктейльная чайная кому что приятно в руках держать с грецкого ореха да аромат такой непонятно какой какой-то такой специфический но я бы сказала даже такой приятный довольно таки аромат и вот я вижу растение называется гинго белоба двухлопастный высокое дерево вот она на самом верху я просто слышала о таком растении и это лекарственная трава гинго белоба поэтому я немножко о нем так слышала наслышана чуть-чуть как бы рады дрон красивый чашечка вы верхнюю часть парка дендрарии я уже рассмотрела и направляюсь я к выходу здесь ароматы сочи экскурсия рассматривает ароматы сочинские а я пойду ниже спускаться и буду выходить из парка какая прелесть беседочка арочки скамеечки как приятно спуститься а скажите пожалуйста здесь можно выйти к центру да спасибо вам большое дендрарий конечно занимает очень большую площадь и я думаю что тут заводится это даже вот запросто можно без проблем хотя выход есть всегда и везде и отовсюду какая приятная аллейка тропиночка такой вид замечательный вид замечательный вид так так вот 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 вот